Я предлагаю вторую часть вопроса о переносе выборов на 17-й год. В этом много выгоды будет для Кремля. Во-первых, судя по ценам магазинов, все мы ходим в магазин, все, кто здесь присутствует, если года два назад с 500 рублями еще что-то в магазине можно было купить, то сейчас 500 рублями продуктовый магазин лучше не суйся, там никаких таких вот мелких. Хорошо сказано, и потом его тоже. Да, и вот смотрите, получается, мы вверглись в эти санкции, которые нам на каждом углу поют, что санкции нам выгодны. Да, да. Да, Россия невыгодна. А что, народ, значит, не России, что ли? Для нас санкции, лекарства все импортные, все-все подорожало, все привозное, вплоть до детских игрушек, все подорожало, а они говорят, санкции выгодны. Я к тому, что социальная напряженность будет до 18-го года, может еще и взорваться. И чтобы пока еще есть какая-то условная стабильность, пока еще большинство людей верит этим бравурным новостям, всяким репортажам, есть смысл устроить какую-то бучу. Вот под каким соусом можно перенести выборы? Во-первых, буча, социальная напряженность, вводится чрезвычайное положение. А социальная напряженность элементарно. Сейчас сдается Сирия, и все эти отряды появляются у нас на Северном Кавкале или в Крыму. Вот оно чрезвычайное положение, а выборам на носу некогда нам заниматься, давайте выборы сделаем в 17-м году. Вот одна причина. Я предлагаю обсудить, потому что здесь причины можно есть покопаться для того, чтобы перенести выборы. Во-первых, кандидаты, которые более-менее серьезные, которые могут из других лагерей одного из центров, как действуют наши враги, а враг у нас один, зло, мировое зло, назовем так, она заполняет собой, как строительная пена, все ниши, политические, общественные, независимые, независимые. У них везде есть свои люди, по крайней мере, пускай не на лидирующих позициях, но в составе. И они все держат на пульсе и могут, как это было в мировых войнах, в одном и том же лагере иметь люди воюют, страны воюют, гибнут сотни тысяч людей, а они и там, и там. Продолжение следует...